Дина Саева встретится с группой Блэкпинг. Валя Карнавал рассказала, куда она пропала из интернета. Инстасамка усыновила Милохина, Амина простила Луна Ком, а Гарри Поттера полностью запрещают в России. Всем привет! Это канал Олбблогер! Сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся по удобнике и погнали! Уже завтра состоится большой сольный концерт группы Блэкпинг в Абу-Даби. Его анонсировали за несколько месяцев и довольно быстро разобрали почти все 40 тысяч билетов. Мне удалось найти в свободной продаже лишь один из последних на казахском сайте за 206 тысяч тенге. Это примерно 31 тысяча рублей. Очень хотела попасть на выступление любимой группы, сестра Дины Саевой и Маляка. Но найти в Дубае хоть какие-то тикеты сейчас крайне тяжело. Дин Донжи не могла расстраивать близкого человека, поэтому пошла на крайние меры и написала лично министру туризма Арабских Эмиратов директ запрещена грамма. Он на удивление ответил, вошел в положение и подарил вип-билеты бесплатно. Я написала министру туризма прямо ему в инстаграм. Можете ли вы мне с этим помочь? Они отправили мне сначала обычные билеты, потом такие, вы знаете, мы можем вам предоставить два вип-билета. Я не знаю, насколько сейчас Маляка будет счастлива. Она еще об этом не знает. Я в такие моменты чувствую себя просто супер-женщиной. Я еще тут вычитал, что у некоторых випов есть возможность личной встречи с Блэкпинг. Было бы интересно на это посмотреть, может быть в гримерке они бы даже записали пару тиктоков. Плохие новости начали поступать для всех, кто уже купил билеты на концерты-тура Инстасанки по России. Пятигорский, лично мэр города, получает просьбы от какого-то количества местных жителей не допустить проведения концерта Даши. Все те же причины, что она плохо влияет на молодежь и пропагандирует аморальные вещи. Политик с ними оказался солидарен и потребовал от площадки, где должен был состояться концерт, отменить выступление. Также он накатал письмо в правоохранительные органы с просьбой проверить организаторов на соответствие всем законам. Пока концерт в Пятигорске официально еще не отменили, но это лишь вопрос времени. Да и с почти всеми остальными городами, я уверен, будет то же самое. Мне уже писали, что различные общественные организации создают петиции, на которые обычно с радостью реагируют. Вероятность увидеть самку на сцене в России с каждым днем все меньше. Даша же при всех обстоятельствах не горюет, ведь она неожиданно за день вспомнила, что является матерью. И не кого-то там, а Дани Милохина. Сын, мы так долго искали тебя, мы скучали по тебе. Помню, как родила тебя 6 декабря, как наш папа приехал встречать зимой нас с роддома. Помню, как ты гулял на площадке и в окно я увидела, как какой-то накачанный татуированный мужик посадил тебя в машину и увез. И наконец-то мы нашли тебя и больше никогда никому не отдадим. Пишу этот пост и плачу, люди, берегите своих детишек, подписала исполнительница совместную фотку с Даней. Историю в целом можно брать целиком под сценарий нового драматического сериала с душераздирающей развязкой. Ну а пока порадуемся, что семья самка Лохиных снова вместе. Тут еще оказалось, что не только Дани любит свистнуть какие-нибудь шмотки из гардероба близких ему людей. С Юлей это у них явно семейное, что заметили по вечерней истории, где она танцует с друзьями. На одну из рук она надела кофту, которую ранее на ней не видели. Зато в точно такой же, почти не снимая, ходит в Дубае Милохин. Димас Блок будет отмечать свой день рождения еще только 15 февраля, но женушка пока есть возможность, решила поздравить его заранее. Чтобы выглядеть солиднее, парень давно мечтал приобрести себе какие-нибудь брендовые часики и присматривался, конечно же, к роликсам. Аня намек услышала и вручила их почти тем же вечером после походов по магазинам. Ну и любимая рубрика «А сколько стоят?» Приобрести такие можно примерно за 15 тысяч долларов или чуть больше миллиона рублей. Их ценишка Тим тоже обновился, но внешне. С Юлей, к сожалению, не получилось провести мамашкин день, так как малыш немного приболел. Поэтому родители отвели его к парикмахеру сами и теперь он выглядит вот так. Судя по прическе, Дима его приучает к стилю, который нравится лично ему. Саша Спилберг недавно начала задумываться, что довольно странно покупать каждый год новую модель айфона. Если еще лет 5 назад были какие-то технические прорывы в плане камеры, быстроты работы и всего в этом духе, то теперь это не больше, чем маркетинговая уловка. На нее она больше вестись не хочет и планировала походить со старым хотя бы года 3-4. Но как только вышел новый и пришли обновления системы, начались куча проблем, из-за которых Саша выдвинул конспирологическую теорию, что все это делается специально. Скажите мне, пожалуйста, что я не сумасшедшая? Это только у меня айфон начинает барахлить, как только выходит новый? Или у вас то же самое? У меня конспирационная теория, что Apple вшивают проблемы с обновлениями, как только выходит новый девайс, чтобы, естественно, мы с вами брали наши денежки и шли обновляться. А то че мы сидим-то? Поменять телефон сегодня придется и Анастасис. С ней в квартире живут несколько любимых собак, которые не всегда понимают, что можно кушать, а что нет. Так стоило ей буквально на 20 минут отойти и оставить устройство без присмотра, как его приняли за вкусняшку. Вот так он сейчас выглядит и восстанавливать такое вряд ли имеет смысл. Кстати, певица Дора все же выбрала кличку для своего щенка, который начал с ней жить буквально пару дней назад. Пушистикам Эльтипу теперь зовут Лунтик, но почему именно так она объяснять не стала. Даше же он сейчас приносит кучу позитива в жизнь. Она даже заметила, что если сделать вид, что ты плачешь, Лунтик сразу же подбегает и пытается успокоить. Вот про это я говорю. Спустя больше года после выхода сериала «Игра в кальмары» несколько актеров массовки в интервью рассказали о жестких усовьях съемок некоторых сцен. Особенно выделяли первое испытание с большой куклой, где участвовали все 456 участников. Работа велась под открытым небом, где построили декорации без всяких удобств. А так как на улице была нулевая температура, актеры испытывали дикий дискомфорт вплоть до переохлаждения. Пришлось даже вызывать несколько дополнительных бригад скорой помощи, но, к счастью, никто свое здоровье не подпортил. В России же вчера стала известна дата полного запрета показа фильмов про Гарри Поттера. Еще в ноябре правообладатели отозвали лицензии на показ по телеку, из-за чего в новогодние его традиционно не было по СТС и ТНТ. А теперь аналогичные действия применили к официальным онлайн-площадкам. Кинопоиск уже вывесил объявление, что закроет доступ к просмотру после 31 января. Короче, придется вновь качать с торрентов, а ведь так хотелось заплатить за просмотр. В конфликте Амины и Луна Ком, кажется, тронулся лед, и девочки пошли навстречу друг другу. Все-таки не просто так они в последней неделе позитивно высказываются друг от други и пытаются защищать. Скорее всего, где-то там за кадром они списываются, видятся и пытаются общаться. На вопрос подписчиков есть ли возможность, что они когда-то помирятся, Тендерли ответила. Не знаю, ребята, мы любим друг друга и в хороших отношениях. Но я думаю, вы понимаете, к чему все идет. Даже мама Амина, посмотрев интервью, очень лестно высказалась о подруге дочери и всячески хвалила Эвелину. Ну, Эвелину я очень люблю. Было очень чувственно, было очень эмоционально. Хочу сказать, что, зайчик, я горжусь тобой, ты молодец. Ты умничка. Валю Карнавал и Карину Кросс продолжают звать на телек. Они даже успели сняться в утреннем шоу на Первом канале. Разговор шел больше не о их блогерской деятельности, а о подкасте, ведущими которого они недавно стали. Если тенденция продолжится и соцсетями все будет становиться хуже, большинство топовых инфлюенсеров убегут на телек. Так как телевизионщики нуждаются в обновлении аудитории и готовы платить за это большие деньги. Бандитка, кстати, ночью опубликовала историю, где извинилась, что с начала года пропала из всех соцсетей. Сейчас у нее большой завал как раз из-за съемок в телевайзере и куча других проектов. И несмотря на отсутствие свободного времени, она чувствует себя счастливой и благодарна каждому, кто поддерживает ее теплыми словами. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok